Таблетки для роста Таблетки для роста в ретейле быстрее всего наращивают выручку фармацевтические сети и дискаунтеры. Газета «Коммерсант» номер 94 от 3 июня 2019 года, строение 10. Фармацевтический ретейл может повторить судьбу крупных игроков продуктовой розницы, переживших череду консолидаций. Тенденция наметилась еще в прошлом году. В результате аптечные сети стали одними из самых быстро растущих компаний, выяснила инфолиния аналитика. Схожая динамика прослеживается и в таких сегментах, как дискаунтеры и магазины малых форматов. Самыми быстро растущими ретейлерами по показателям выручки по итогам 2018 года оказались ОЗН 76,6%, 35,5 миллиарда рублей без НДС. Wild Breeze – 74,3%, 94,2 миллиарда рублей. Вкус Вилл – 66,2%, 54,6 миллиарда рублей. И созданная в Самаре фармацевтическая компания ВИТА, управляющая одноименными аптеками, а также сетями Мир Здоровья, Доброе Сердце и другими – 54,1%, 29,3 миллиарда рублей. Эти данные приводятся в ежегодном исследовании. Inflin Retail Russia Top 100, которые официально выходят 3 июня. Темпы роста выручки крупнейших в России продуктовых ретейлеров оказались не столь высокими. У X5 Retail Group сети Пятерочка, Перекресток, Карусель. Этот показатель по итогам 2018 года составил 18,3%, в то время как в позапрошлом году – 25,3%. У Магнита в прошлом году рост составил 8,2%, в 2017 году – 6,4%. В то же время в абсолютном выражении выручка этих компаний остается пока недосягаемой для других ретейлеров. Х5 по итогам 2018 года получила 1,53 ТРЛН рубль, Магнит – 1,23 ТРЛН рубль. Отрицательную динамику среди продуктовых ретейлеров показали ОКЕЙ, чья выручка в 2018 году сократилась на 8,6%, до 159,4 млрд. рублей. ОКЕН – 8,5%, до 306,4 млрд. рублей. Медро – 7,5%, до 202,2 млрд. рублей. Наихудший результат – у новосибирской сети холидей, падение выручки на 47,2%, до 24 млрд. рублей. Ситуация уже стала критической для компании, в марте она признана банкротом. Среди онлайн-ретейлеров серьезное падение доходов в прошлом году, на пике корпоративного конфликта, зафиксированную уилмарта, на 41%, до 14,5 млрд. рублей. Почему новым аптекам мешают лекарства? По итогам 2018 года можно отметить новые тенденции в розничной торговле, как, например, рост выручки аптечных сетей, вызванный консолидацией в сегменте, – отмечает гендиректор инфолинии аналитики Михаил Бурмистров. Это происходит на фоне общего замедления роста отрасли, доходы выросли в 2018 году только на 3,5%, – отмечает эксперт. В целом объем фармрынка в 2018 году оценивался в 1,2 ТРЛН рубль, то есть сопоставим с продажами одного лишь магнита, – отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. В то же время рынок фармацевтической розницы еще недостаточно консолидирован, продолжает он, продуктовым ретейлерам уже некуда расти. Но, по его прогнозам, по итогам 2019 года динамика сократится и у аптечных сетей из-за роста конкуренции, снижения покупательской способности и ужесточения требований со стороны дистрибуторов. Потенциал консолидации на фармрынке еще не исчерпан, и выход магнита в сегмент это наглядно показывает, не соглашается господин Бурмистров. Магнит, вероятно, станет одним из драйверов в дальнейших поглощениях. Еще один тренд – бум магазинов малых форматов, – отмечает Михаил Бурмистров. В этой нише все еще работает много несетевых операторов, поэтому его потенциал не исчерпан, говорит он. По его мнению, в Бристоле красный амперсант белая расширит географию и обеспечит присутствие во всех регионах России, а вкус вилл – во всех крупнейших городах. И именно эти сети останутся основными драйверами развития малых форматов. Крупнейшие российские розничные сети по выручке в 2018 году. Сейчас в крупных городах заметен переток покупателей в супермаркеты и дискаунтеры, которые стали альтернативой гипермаркетам, а также к покупкам онлайн, добавляет эксперт. Не исключено, продолжает господин Бурмистров, что в том числе и по этой причине в прошлом году упала выручка у ОКЕИ. Которые развивают крупные магазины. Снижение реальных доходов населения позволяет дискаунтерам по типу и светофору традиционно удерживать свои позиции. Директор по маркетингу и коммуникациям. Людмила Новиченкова считает, что этот формат продолжит агрессивно развиваться в течение следующих 3-5 лет. Никита Щуреньков, Мария Котова